Сегодня поговорим про здоровье лёгких, соответственно, асматики, все у кого проблемы с лёгкими. В консультациях много-много у меня таких людей, да, у меня папа был асматиком, и я, соответственно, знаю, какие это моменты, которые влияют на асматика и на проблемы с лёгкими. Во-первых, все проблемы с лёгкими обычно это повышение уровня тревоги. Первое. На экзаменах, на работе, на реализации проектов это всё увеличивается. Следующее, это, конечно, питание. Это два неотъемлемых момента, и, соответственно, если мы с вами говорим про болезни лёгких, то здесь важно работать с антиоксидантами, витаминами и разрешать себе делать то, что действительно вам нужно. Напоминаю, хроническая обструктивная болезнь лёгких – это собирательный термин. И продукты, которые влияют на лёгкие – это свекла, кофе, болгарский перец, тыква, куркума, черника, устрицы, зелёный чай, оливковое масло, йогурт, орехи. И всё это влияет на красно-качаная капуста, ячневая крупа, чечевица, соответственно, яблоки. Это всё очень важно для лёгких. Но обработанные различные продукты – бекон, ветчина, колбасы, алкоголь, соли, натрий – усугубляет состояние астматиков. Соответственно, эти мелкие-мелкие моменты, они влияют на то, как себя чувствует астматик. Если вы хотите исправить эту ситуацию, то, конечно, следите за питанием, следите за медитацией, потому что, когда вы в напряжении постоянно находитесь, то организм плохо себя чувствует. И я считаю, что важно научиться работать с своим эмоциональным состоянием. Короче, ребята, те, кто хочет ко мне в терапию, пишите под видео. Хочу к тебе. И напоминаю, что это может создавать не очень хорошую историю, когда вы находитесь не там, где вы есть, когда вы нервничаете, когда вы из-за стресса курите или что-то делаете. Это не решает проблемы лёгких. Во многих случаях это питание и релакс-режим. Всё это восстанавливает вас чисто внутренне. Если интересная история, пишите, подписывайтесь. И могу сказать, что лёгкие восстанавливаются. И здесь нужен холин, здесь нужны аминокислоты, здесь нужен лецитин, здесь нужно кровоснабжение при движении и исключение химии максимально. Спасибо.